Девушки отдыхают Кобрину Маргариту Александровну Так Суть иска Хочу, чтобы она выселилась из нашей квартиры И заплатила деньги За последние два месяца 20 тысяч рублей Готов рассказать суть дела Смотрите, ситуация... Значит, вы подаете иск о выселении и о взыскании 20 тысяч рублей Правильно? То есть это что такое? Это возмещение расходов на аренду, что ли? Так точно Понятно, но тогда объясняйте, что произошло Суть дела такова Мы с другом, однокурсником Мы учимся в академии На четвертом курсе Решили снимать квартиру И у подруги моей матери Как раз нашлась комната Она уезжала за границу и она нам решила сдавать По бросовой цене Даже немножко ниже рынка По 10 тысяч человек Двухкомнатная квартира Для студентов это самое то С Антоном мы решили снимать И снимали пару месяцев Но так сложилось, что Антон сказал, что хочет привезти девушку Ну, собственно, я был не против, конечно И договорился с тетушкой С подругой матери О том, что можно ли нам привезти девушку Она согласилась Говорит, приводите Ну, только оформляй сам И занимайся всеми проблемами сам Ну, я, говорит, не проблема Антон, приводи Антон привел Это оказалось Наша преподавательность психологии С нашего потока И, то есть, сложилось так, что Сначала Она начала То есть, привела свою дочь Потом мы поссорились с Антоном И в результате того, что Смотрите После того, как она узнала, что я являюсь ответственным квартиросъемщиком Ну, у нас есть договор Прошите, передам договор Да, да Передайте, пожалуйста Вот, я являюсь ответственным квартиросъемщиком Вот Она узнала об этом И, видимо, она решила нас поссорить Она начала ко мне, признаюсь, клеиться То есть, ситуация Простите, пожалуйста, Ваша честь Вы посмотрите на него и на меня Как я могу к нему клеиться Ну, позвольте Где я и где ты, мальчик Дайте мне закончить, пожалуйста Малита Александровна Хорошо, хорошо, давай Продолжай Вот Случилась такая ситуация Что я решил сказать Антону Антон, говорю Ты понимаешь, что она сейчас пытается ко мне клеиться Антон мне не поверил Тебе, видимо, этого сне приснилось, да? И ты решил нас с Антоном поссорить Понимаете? Давайте мы выслушаем Хорошо Прошу прощения Антон Сначала мне не поверил Ну, то есть, мы с ним поругались Мы с ним достаточно долго общались То есть, давай, как бы, ситуацию разрешим Это быстро, полюбовно Ну, он поссорился сначала со мной Потом с ней И со скандалом ушел То есть, я слышал Она кричала, говорит Вы у меня все съедете Но потом произошла такая ситуация Что, во-первых, Антон не появлялся два месяца Она немножко То есть, она привела свою дочь Там 12 лет И она этим мотивирует Что вот, если я Что нельзя курить Они начали занимать ванну Понимаете, вот такие маленькие притеснения Ну, мне вот, как студент Я вечером прихожу На вечернем учимся Я не говорил Но вечером прихожу И каждый раз так получается Что То я Не покури Не отдохни То есть, ванная Ванная все время занята Счет Девочек не приведи, да? Ну, это тоже, между прочим Как бы Вы сами приехали к нему К Антону, да? И Ты получил от меня Еще три месяца назад Позвольте, я закончу Маргарита Александровна Позвольте, я закончу Дело в том, что Вот платежки Смотрите Вот мы исправно платим То есть, вот платежи Вот Антон платит И я А вот эти платежи За два месяца Когда Антона не было Я вынужден платить за себя И за него То есть, это получается Суммарно 20 тысяч Совершенно верно Я попросила тебя Переводить деньги По реквизитам За границу Хозяйки квартиры Неправда Что значит неправда? Вы можете вызвать Антона Вот при этом Передайте мне эти платежные документы Ваша честь Я прошу Выселить эту женщину Потому как мы с ним Собирались снимать Эту квартиру с другом И они теперь Уже как втроем Целой семьей Да, я хочу Чтобы ее выселили Вот и сама суть дела Что вы скажете? Я могу сказать Что нахожусь В данной квартире Абсолютно на законных основаниях На каких? У меня есть регистрация В этой квартире Вот В эту квартиру Меня пригласил Антон Дело в том Что два года назад Я приехала в Москву Из Тюмени Меня пригласили Преподавать В УЗИ Где мы познакомились С Антоном Он стал за мной ухаживать Мы полюбили друг друга И Антон Стал настаивать на том Чтобы я переехала К нему Вот Ну естественно Откуда переехали? Где вы жили в это время? Я проживала С мужем в Москве Но с мужем У нас отношения Уже давно не складывались И появился Антон Мы стали строить с ним Планы на будущее Антон учится в одной группе С Истцом Совершенно верно Понятно А что же вы тогда говорите Что Кто я? Посмотрите Кто этот мальчик Антон от этого мальчика По возрасту Ничем не отличается Антон взрослый Сформировавшийся мужчина А Истец? Мы полюбили с ним А Истец не взрослый И не сформировавшийся Ну вы же видите Он даже не может Четко сформулировать Свои мысли Ваша честь Ну Понятно Ну я считаю Что это к делу В моей личной жизни Никакого отношения не имеет Да как же не имеет? Имеет Истец утверждает Что вы пришли Сознательно Обманули мальчика Его друга Вели в заблуждение Этот мальчик? После этого После этого Строили отношения Таким образом Чтобы Антон уехал Из этой квартиры А вы остались После этого Истец утверждает Что вы не платите Свою долю В этой квартире Хорошо Минуточку Сейчас я вам Расскажу свою версию Да хотя бы полчаса Сколько угодно Докажите Во-первых Антон Далеко не мальчик Он уже Служил в армии У нас с ним Здоровые отношения Были До того Как Владимир Не стал Вмешиваться В эти отношения Стал нести Всякую чушь Якобы я Не знаю Пристаю к нему Или еще что-то Ваша честь Я должен дополнить ситуацию Пожалуйста Помолчи А что касается Долго Вы дополните Несколько позже Я тебя выслушала Запомните что хотели сказать Спасибо А что касается Долго за квартиру Это вообще полная чушь Я вполне Самодостаточная женщина Я прилично Зарабатываю А зачем же тогда Если вы Самодостаточная Приехали к Антону Ну и жили бы Сами С достатком Потому что Это мой молодой человек Он пригласил меня Жить с ним вместе А что здесь такого То что там в тот момент Проживал его друг Это просто как бы Ну так сложились обстоятельства Да я знаю почему Она не хочет съезжать С этой квартиры Дело в том Что нам ее выступили По очень низкой цене То есть она получается Если средняя квартира По Москве Стоит 35 тысяч Двухкомнатная квартира 35 тысяч Да и то где-нибудь На выселках То мы снимаем В центре ее Рядом с академией Да еще и за 20 тысяч Двухкомнатную Именно поэтому Возник и спор этот Я думаю Именно поэтому Вас и хотят выселить Я думаю Что именно поэтому Как главного арендатора Ну Дело в том Что я так понимаю Что она сначала Выселила Антона Потому что он был Ну повелся сначала На нее А потом Она же преподаватель психологии Она же преподаватель психологии Ну что ей стоит А я вынужден Как-то решать эту ситуацию И поэтому я и решил Воротиться в суд Как можно Чтобы я и меня Из моей квартиры Выселили Я понял вас Спасибо Объясните мне Почему вы В течение двух месяцев Проживая в этой квартире Не платили за нее Это неправда Я заплатила эти деньги Еще три месяца назад Таким образом Таким образом Что когда мы только С Антоном Въехали вместе В эту квартиру Вечером ко мне Пришел Владимир Сказал что ему До утра Нужно занять 20 тысяч рублей Вот Естественно Я дала ему эти деньги Утром он мне Деньги не вернул И По сей день Деньги мне не возвращены Доказательства тому Что вы дали В долг 20 тысяч рублей Есть? Это наш сосед Друг моего Я спрашиваю Доказательства есть? Доказательства естественно У меня никаких нет Доказательства тому Что вы дали в долг Не имеете да? Вы получали деньги в долг? Нет Не получал У меня есть свидетель Антон Как раз он находился Может подтвердить Так я понял вас Давайте вызовем свидетеля в суд Пригласите свидетеля ИСЦА Свидетель ИСЦА Пройдите Представьтесь пожалуйста Меня зовут Сумагин Антон Львович Мы с Володей Учимся в институте В академии управления У нас появилась преподавательница Я на нее запал Запал? Молодые Вот Я предложил ей пожить у меня Что значит пожить? Ты настаивал на том Чтобы я бросила мужа И с ребенком переехала к тебе Не настаивал? Ребенку сколько лет вашему? 12 лет 12 лет Ваша честь Во-первых Она нас поссорила с Володей Это во-первых Во-вторых Она просто хочет всех выселить из квартиры И оставить И жить там спокойно с дочкой Хотя квартира Знакомая мама Вова То есть это как-то Это наглость Я не знаю как это назвать Из ваших путанных показаний Я могу сделать следующий вывод Что Ответчица является Вашим преподавателем Да Вы вступили в интимную связь С ответчицей Пригласили ее жить Ответчица имея ребенка И проживала с вами Когда с вами Без ребенка Правильно? Без ребенка После этого Поссорила вас с вашим другом Да И вам пришлось уехать Из этой комнаты Совершенно верно Понятно Кто платил за эту комнату Когда вы там жили? Я Вы сами платили? С Антоном Сколько вы денег платили за комнату? По 10 тысяч 10 тысяч рублей Ответчица платила деньги Когда проживала там? Вам? Нет Не платила После отъезда Из квартиры Вы платили За эту комнату? Нет Не платили Кто платил За комнату В которой проживает Ответчица? Владимир соответственно Владимир Откуда вы знаете Что Владимир платил? Ну С его слов Или вы видели Что он сам платит 10 тысяч рублей За эту комнату? Ну вот Да И с его слов Он же платил С его слов Скажите Вам что-нибудь известно о том Что Ответчица давала в долг Владимиру деньги Нет Какую-либо сумму Нет Скорее всего наоборот Она у нас просила деньги Чтобы зачет Вы такие бедные Несчастные студенты Другими словами Никаких денег Взаймы Ответчица Володя Не давала Я не видел Какие-либо дополнительные Доказательства У сторон имеются? Да Я хочу добавить Что Я даже в комнату не мог попасть Потому что там Замок поменяли У тебя не было Два месяца Ну как меня не было Я пришел в свою комнату Удаляюсь для принятия решения Прошу всех встать Судом установлено Что истец Согласие собственника квартиры Является нанимателем Этой квартиры И разрешил Проживать Ответчице В качестве Временного жильца В соответствии с законом Временные жильцы Не обладают Самостоятельным правом Пользования Жилым помещением В соответствии с законом Временные жильцы Обязаны покинуть В течение 7 суток Это жилье Если наниматель Требует Освободить Помещение Наниматель Требует Выселить вас Поэтому в соответствии С нынешним решением Суда Вы в течение 7 суток Будете После вступления Решения суда В законную силу Будете обязаны Покинуть Это жилье Решение суда Вам понятно? Понятно А куда я с ребенком На улицу Мне теперь предлагаете идти? Я произношу Решение суда Во второй части Иска О взыскании 10 тысяч рублей Я вам отказываю Потому что Ответчик Как временный жилец Не обязан Возмещать Вам Расходы На наем Жилого помещения Слушание Дело окончено Решение суда Исковые требования Удовлетворить частично Редактор субтитров